Запасы металлов в околоземном астероиде оказались выше общемировых. Астрономами были представлены результаты исследований двух околоземных астероидов, в состав которых, как оказалось, входит 85% металлов. Подробнее в нашем следующем сюжете. Планетологи оценили экономический потенциал ближайших астероидов. Исследователи сделали вывод, что количество ценных металлов может превышать общемировые запасы Земли. Например, астероид 1986DA содержит железо, никель, кобальт и платину на сумму более 11 трлн долларов. Эти тела прибыли из внешней части главного пояса астероидов. Это не новые заключения, что в астероидах обнаружен металл. В общем-то считается, что многие астероиды, они в принципе обладают и платиной, и никелем. Есть название у них, как раз вот про этот астероид 1986DA. Это не сейчас открытие было сделано. Это давным-давно этот астероид, он известен. И в общем-то, какое количество в нем вот этих вот элементов, так же много раз уже было определено. Считается, что богатые металлами тела представляют ядра более крупных дифференцированных астероидов, кара и мантия которых были выброшены в космос в результате мощного столкновения с другими объектами. При этом некоторые из таких астероидов, в частности Психея, могут до сих пор сохранять свою каменную мантию, а металл попал туда предположительно в результате извержений. Новое исследование богатых металлами астероидов раскрывает информацию о происхождении и составе этих редких небесных тел, которые когда-нибудь можно будет разрабатывать с помощью специальных роботизированных космических аппаратов. Добытые металлы можно использовать как на Земле, так и для строительства непосредственно в космосе, а также для создания колоний на Марсе и Луне. Преимущества добычи металлов на астероидах рассматриваются не только с точки зрения экономической телесообразности, но и как способ уменьшения экологического ущерба на Земле. Надежда Мещерякова, Универньюз.